приветствует на канале а смотри play мы начинаем макс п 1 я кстати сколько в нее играл еще ни разу до конца не проходил давайте с обучения начнем теперь когда вы знаете как использовать вещи найдите используя дверь фургона взял так вот так вот так вот пульт двигаетесь нажав клавишу combat так максимально можете уворачиваться от пульт двигаясь нажав клавишу combat понятно да все я понял так в т.п. так может войти в т.п. пуль нажмите клавишу combat стоя на месте быстрая загружка блин у меня клаше в 9 это у меня идея выключение оба с а вот вот есть перейти в темп пули конесят пуль реальном бою нажмите кнопку вызова врагов около телефона чтобы начать боль так вот это поменять надо более действительно опции игра давайте поменяем управление движения вот так вот теперь нормально вроде 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 не неплохо опишите вход в подземку вот он медицинский кабинет все все еще трой пухи подходит со стороны ли где то ли на на все еще потренироваться так исследовать окрестностей все понятно теперь да не все наверно новая игра выберите уровень отчет один только беглец это не уровень сложности внимание 10 на крыше стрельба происходит нападение повторяю происходит нападение все но не на на с но в опасности повторяю офицер в опасности всем постам тревога всем постам офицер в опасности айсер плаза повторяю айсер плаза всем постам все они были мертвы последний выстрел стал отметкой которая изменила все я убрал палец сколько все было кончено чтобы понять что нибудь я должен вернуться на три года назад к той ночи когда все началось у меня все еще тянуло туда манхэттен металл северная территория кухни дьявола так когда вы начнете на меня работать детектив по и ты хочешь чтобы я работал тайна в какой-то дыре извини алекс но мишель и дети для меня на первом месте видишь это моя последняя затяжка я делаю это ради своего ребенка да макс это на тебя похоже как приличный бойскаут пока алекс так мы играем в покер во хроник это как отбирать сладостью ребенка жизнь была прекрасна розовый закат солнца сладкий запах свежескошенной травы детский смех дом с видом на реку прекрасная жена и маленькая дочка американская мечта ставшая реальностью зайка я уже дома но сны имеют привычку превращаться в кошмар в самый неподходящий момент солнце скрылось за горизонтом сумерки спустились на землю принесли собой плохое предчувствие мне все это не нравилось сам самого начала что-то не договорил мишель кто-нибудь дома все это не понравилось мне самого начала мне дали лучшие места зрительном зале первый ряд в центре так ну-ка опции так звук уж слишком это блин по ушам уж что за черт куртка нет ничего все перевернуто опа все говорил что плохо живем слушай кто-то ворвался ко мне в доме звоню в 911 это макс пейн да кто-то вломился в мой дом они еще здесь я прошу вас хорошо боюсь я не смогу вам помочь кто это чёрт тоже разговор их чтобы посмотреть роман с картинках позже мы его посмотрим сейчас кто это лом ага вот у меня здесь нет не стреляйте ты ребенок души нет прошу вас только не это господи ужасные воспоминания то спину ничего сейчас я туда и не пошел боже прошу тебя нет только нет молитесь за свои скоро а как с ними еще то по-другому нет 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 прошу мишель а дочь где ребенок ведь даже трупа ребенка нет это случилось три года назад с тех пор нью-йорк перевернулся с ног на голову появились лабораторные киллеры накаченные химией зелье им давал некто валькирия ранее неизвестное после похороны сказал алекса что собираюсь перевестись в а.б.н. прошло три года пока мы не раскрыли дело валькирии и тогда наконец два месяца назад один тип поверил нас на джека люпина босса мафия семьи пончинала я стал работать тайна и так мне удалось проникнуть самую крупную мафиозную организацию нью-йорка ну а одна станция метро рос я ушел во внутрь с улицы там было очень неуютно я постепенно начал вылавливать рыб одну крупнее другую пытаясь выйти на источник наркотика алекс и биби были моей единственной связью с абн единственные люди которые знали чем я занимаюсь это биби джек люпина попал в жуткую передрягу ты должен немедленно встретиться с алексом у станции роско я не встречался с алексом с тех пор как стал тайным агентом на улице был сущий ад едкие колючки снега впивались мне в кожу было холодно как на северном полюсе казалось что небо собралось упасть на землю все искали убежище как будто завтра никогда не наступит мне не полегчало даже когда я спустился метро внезапно меня посетила странное чувство кто-то в чем-то был неправ на и берет а готовилась на берет на это нервно подергиваясь под плащом на двери поезда за мной уже закрылись я поехал следующая станция станция русской стрит и алекс и опять эта морда почему улыбается у тебя блин такую горе и почему-то именно на этой станции женикс как приведение его не было видно надо было искать подожди что-то я побаиваюсь конечно так вот просто идти туда ни с того ни с сего меня бы сейчас так бы сбила нет или это вентиляция он-то ладно а этот не остановился хотя красный свет ему горел смотрите заметили да полиция мертв на улице русском воздухе пахло смертью надо было срочно искать алекса что-то как-то фаллау да немного напоминает он еще отсюда выходить получается разве не джеку было поручено этим заняться он иметь и слишком вы вроде в голову стрелять окладно оружие он не убирает на вот так сразу все 10 зарядить у меня за пистолетом такой ладно ребята ребята хватит вот тебе ребята ребята очень хотелось бы пистолета подобрать где-то я на к чему нас здесь имеется давайте игра сохранена панель безопасности нужен был верный код а вот у нас вот здесь да ничего расслабь чёрт охренеть в рельсах не было тока надо было восстановить цепь чтобы поезд поехал берем все берем как у нас здесь только патрону пойми вот так вот ковбой мальбор стреляют спас меня что тут такое резня неизвестные парни возникли из неоткуда надо позвать на помощь я могу позвонить из рубки это выше этажом ты можешь отвезти меня да может быть иди за мной подожди иди за мной где таблетки мать его они обязаны быть подожди я вот сюда вот и хочу сходить здесь есть что-то куда в рубка вверх по лестнице честно я бы не отважился идти в рубку без вас вашей пушки подожди маленько ух ну смотрите-ка по крайней мере все так с этого нечего взять блин ворота были закрыты надо было найти другую путь через туннель ладно близкие и лекарства нету вот надеюсь у тебя есть лекарства на месте вот сюда на где-то а хрень это чем просто баночки завали всех перестрелял только чё с жизнями у меня мама не горюй и жизнь это не восстановится аптечка вах это нормально это нестабильность какая-то так не они вроде все нормально пусть зажегся как елка ток снова пошел так здесь у нас все нормально кипиша нету никакого так мало ли тут пришел да кто ю мать вообще не то вот сюда будем таранить и как всегда улыбочка улыбочка еще будь таки не дотрогай не а 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 охренеть у меня половину а часть станции которая была заперта еще в сороковых годах что-то крупное затевалась на улице русской может поэтому алекс хотел встретиться со мной именно здесь так или иначе я хотел узнать подожди блин реностом назад вас дороги нету тоже монастырь так и блин давай посмотрим тогда чё у нас здесь есть ни хрена нету нашпиговал у меня то есть патроны по крайней мере от пистолета вот здесь вот который полными от почему а пустынному орлу у меня еще и пистолеты разные ладно я вас понял так это чем это не то а мне нужно было найти алекса ладно ладно где-то вот так нечего подобрал так что тусовали здесь рассказывайте ребятки так давайте посмотрим что здесь у нас есть еще и дальше туда проход он туда а здесь ничего нету все понял так так ну-ка погодь да и детонатор да вроде неплохо обрез смотрите-ка берет и берет а поднял дверь была заварена сто лет назад и в бомбе не было детонатора значит не надо найти детонатор ладно ничего хорошего это полиция едет сюда скоро здесь будут самые отборные блин с улыбкой главное смотрите давай чё там нажмите клавишу и давай так ребята полиция едет сюда скоро здесь будут охренеть махом так ребята полиция едет сюда скоро здесь будут самый отбор так да не ну нормально она шпиговал с дробовика бы так не сумел бы а пустынный орел опять подобрал ну ничего она нормально так ладно посмотрим что ты мне предлагаешь да блин да блин так так прибил опять пустынный орел заметьте так чё а вот телефон грабители неплохо накрыли на стол но с оружием пока у меня неплохо да а телефон прямо с места преступления кто это прямо за тобой это шеф отдела по борьбе с наркотиками вы должны немедленно прекратить всю свою деятельность и сдаться властям ну да сейчас конечно джим мы с моими ребятами просто разговаривали можем обещать что ничего подобного больше не произойдет что черт побери это было обвинение в ограблении банка не принесет мне честь грабители оставили свои инструменты на столе судя по детонатору ребят взрывчатки хватило бы чтобы послать стату свобода на луну так это значит мне пока не надо ладно пустынный орел песчаный орел каком-то света туда квадратиком это блин еще то не граната прилетела ладно пойдем за песчаным этим орлом а даже знаю где он лежит это вот здесь вот он лежал ладно у меня всегда есть беретты вы продает под говняное такое оружие не ценится но раньше было перед то что ты мать его не обык что а беретта выбито прекрасно сделано это столько бандитов макс черт я чуть не лопнул от страха чуть не пристрелил тебя от это меня сразу знаешь что тут твой работник метро машу вооруженное ограбление банка русская взяли через станционную стену поэтому это банда лупина это банда лупина это банда лупина люди лупина да но они знали что делают ты можешь пробраться нет надо убираться отсюда если это лупина то алекс алекс позиоте ничего не мог он был труп и смотрел обвиняющий стеклянными глазами так ладно обвиняющий вот так давай-ка зайдем сюда пока оставим даже еще одна давай свалим отсюда да все в порядке банк на я даже вот так вот оставлю так куда мне вверх или вниз как-то мне в обе стороны бы сначала сюда пройдемся хрен там закрыта значит остается одна сторона получается то линейка я говорю сначала я играл никогда до конца доходил сама вот этот эпизод всегда был во всех клубах алекс не давал мне сойти с ума ведь последние три года теперь даже я не знаю что делать он вступил в крупную кучу дерьма а потом наступил на бытинок джеку люпина люпина управлял всеми делами которые касались сексуального шантажа наркотиков и заказанных убийств из грязного отеля или трущоб полиция была уже близко он уже слышал вой сирен и этот звук все усиливался люпина думал что может покончить с нами убрав алекса и тем самым заманив меня в ловушку но все что он получил это мое внимание сначала я отправился в отель отель был очень старой с мигающими лампочками и весь какой-то серый он давно стал домом для бродяга проституток я вышел прямо в фае косяк от богарда как уже делал сотни раз до этого этим местом заправляла кучка гангстеров со звериными оскалами братья финито 90-х посмотрите к другому шоу это же сам макс вы меня доконайте сами додумались или этому способствует вино не стоит отвечать это просто риторический вопрос у меня есть кое-что для босса люпина здесь это зависит от того кто вас спрашивает друг или кусок дерьма не стоит отвечать это тоже риторический вопрос люпина нет здесь он передал тебе привет люпина не было в дешевом отеле вместо него я нарвался на братьев финитор я накрыл их взрывом двери сзади захлопнулась с треском пули сыпались как дождь да ни хрена себе на нормально мой глаз привлекло письмо на столе вот это боссы создано и встречался лишь однажды всеми гангстерами управлял вине когните который был правой рукой любина когните был очень взвинченным малым готовым взорваться в любой момент у него хватало мозгов чтобы управлять делами но со своими врагами он был беспощаден всю свою ярость он извергал на наркоманов и девочек по вызову сделка должна состояться в отеле цитирую слова джека вини ты за это отвечаешь тебе будет помогать рико муэртес если что-то случится то вы будете мертвы все оплачивается по двойному тарифу отнеситесь к этому парню хорошо дайте ему все что он попросит не провали это дело или всем нам конец дело ви означало усиление охраны блокирование дверей огромное количество головорезов у которых чешутся руки я не видел ничего странного но это не обозначило что его там не было 313 финитос нацарапал номер комнаты муэртеса на полях оставленной записки все в порядке боссы джо джилиан вы в порядке не отвечают за и остальных давай быстрее мы не можем ждать надо идти сейчас боссы и мы заходим это pain на подожди чё здесь было ну ладно футболе уталяющая ух ты ладно здесь у нас чё выбраться было не просто лестница накрылась алифт застрял лет двадцать назад берем господи точу а ты кругами любовная хрень поверх то вниз на да что-то с боссами не в порядке они не отвечают кого хрена это с боссами не в порядке а ты не думал что их загасили а знаете за что за то что на себя плохо вели я хочу все так может надо было выглядывать так потихонечку да помаленечку нихрена себе на каких-то козлов она периодах перевел было в баллоны стрелять я так уверен на всякий случай хрен застан лучше бы лекарства были краткое содержание сериала и беде леди амелия сорвали это хорошо наркоманы самый новейший эпизод из сериала лорда и леди главный спонсор программы корпорации прекрасно сам ко мне пришел когда я встретил вас на той дальней лесной трабинке я вижу свет солнца те еще стоит листья подобные золоту ваших волос сериал я запрещаю так нельзя этого не может быть но почему любовь моя милорд это слишком ужасно такая мыльная опера опять наркоманы будут на голове забили без предупреждения надо быть поосторожнее все титры потерянная сестра мать его господи вот он где как кому-то это говорил не понимаю кому-то он говорил ну ладно давайте посмотрим что-то за окном есть но вроде нет никого вот дерьмо осторожно может нормально тут с пистолетами надо было ладно давай-ка вот так сегодня борьба против торговца наркотиками валькирии приняла совсем неожиданный оборот ситуация ухудшилась после ужасного убийства специального агента абн алекса балдера которое произошло на станции метро роско подозреваемого видели когда он покидал место преступления сразу после того как прозвучали выстрелы полиция в данный момент занимается поисками макса пейна преступника рецидивиста который вооружен и очень опасен а теперь о погоде в городе продолжается буря которой не видели даже старожилы нормально кстати у этого на сериале поди тоже были хрен ба 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 ладно это чё освещение камеры черт зачем они ладно как бы то ни было должен сбежать из отеля за ним но вроде нормально прошли прорешил вот опа а когда мне пистолет это были вот они пистолеты уберите максимум ладно по крайней мере мы идем верным путем товарищи я нашел комнату морда морда получил письмо вообще не то ну-ка давайте-ка еще разок наше расследование не выявило никакой связи между анжелой панчинелло которая является главой семьи панчинелло и валькирии все следы обрывались на джеки люпина письмо в комнате муэрта было подписано самим доном это было первым навеком на то что центральная фигура знала о том что происходило внутри синдикатор и валькирии переделка в которую ты попал после провала в чикаго семья пончинела поручилась за тебя и ты ждал возможности отплатить нам у одного нашего друга есть обезьяна размером с кинг-конга сидящего у него на плече ты нам нужен для того чтобы прикрыть нас когда мы будем выполнять самое важное дело сбор доказательств позволил сэкономить старико не старико несколько сотен патронов я уже давно перешагнул ту черту после которой нет поворота назад и максимум утробовику ладно пить и Ура! 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 Ну что и наркоши здесь. Так. Ладно. Блин. Здесь все колото, колото, блин. Мне не хотелось знать, что тут случилось. Зрелище было не из приятных. Охренеть. Опа, нет. Вот это мы берем. Блин, блинский. Вот сейчас-то у меня вот даже... Куча вопросов появилась, а куда мне дальше? Ну что не назад, это точно. Вот ни хрена не так. Так. Блин. Так. 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 прибыль пальцем кто ткнул да твою мать опять не туда не может там что-то надо сделать было охренеть черт я думал это точно бомба ну знаете неплохо неплохо вот так не будем рисковать шлюха оставила дневник на столе подожди считаем не принадлежал наркоманки и звали кенди даун шеф полиции если прочитал бы наверно покрасила говорила по телефону со старой каргой отправила ей новую запись с альфредом пока она будет платить мне за эти записи старик будет каждый день приносить мне товар у нее был неплохой заработок она снимала на камеру своих посетителей а после этого продавала их тому кто даст больше денег это ее убило если этого не сделала раньше кто-то из ее клиентов ну да девочка девочка и везде смотрите шприцы шприцы везде вау вообще не то вау это он давай опа я конечно не знаю что здесь но это лифт ага значит я шел верным путем товарищи какого хрена ты прыгаешь блин я забыл же что ты это суть и уродливый в этом плане но я же еще вот здесь вот открыл так я здесь и был здесь я открыл значит я все правильно иду глава 4 кровавые вены разлужили подъемник с граммаханием опустился в самое нитро отеля джекалипина это было безумие на вот это я хорошо выскочил вот так вот через то что вы бухаете снегопады которые принесли огромный ущерб коммунальному хозяйству города все еще продолжаются закрыты многие дороги а людям советуют оставаться в своих домах ужасная буря в нью-йорке продолжается уже три дня и пока не собирается прекращаться сначала нам сообщили о деле валькирии к тому же они говорят что для этого было много предпосылок но заснеженный город был только мне на руку меньше шансов того что в перестрелке погибли случайно прохожие валию а за что могу я узнать лично я сделал плохого личного не понял я пришел отсюда значит иду я правильно здесь двери нет единственная дверь была здесь эй вот так доказательства 1 мертвец лежал на полу бойлерное привязанное кресло капитан бейсбольная кепка оставляет за собой рекорд матча против супергероев на шесть ящиков пива покруче любого бейсбола орудием убийства была бейсбольная бита которая теперь лежала в луже крови около вырезки из газеты с комиксом капитан бейсбольная кепка это у меня еще новое оружие появилось пока еще вроде не пользовался многими даже я здесь был а все в одну дверь вошел в другую уже хрен все понял как у вас еще устроена или фильмы про вампировки они всегда происходят да ни хрена не так ну-ка давайте убейте меня по-быстрому или фильмы про вампировки они всегда на вот так сойдет вот мне еще а вы ответите тут готовится она что с пушками проверьте лучше все сработает нас джентльмен займемся делом зеленый так зеленый зеленоглазые ангелы да точно увейся охренеть пипец данным давно это было бы просто нарковестом прозрачный зеленый сосуд полон валькира грязные деньги если бы я знал ключ ладно пусть будет так ключ к чему это прекрасно двое сумасшедших убийц готова разорвать друг друга они перешли в следующую комнату и мне было интересно как они это сделают но нет они сели возле телевизора и разрешили все свои споры сыграв видеоигру кунг-фу скажу тебе крошка у меня была такая депрессия что я задушил их обоих проводами от приставки конечно вот это да плохой река муэрта пудлый негодяй что за черт муэрта потянулся своим пистолетом ну чтож на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и ставьте комментарии увидимся в следующий видео пока